Принимать твердость, верить, что все будет хорошо. Знать, что судьба тебе не ломать пришла, она пришла тебя испытывать. Ломается под судьбой тот, кто не верит в этот принцип. Ну, если человек строгий своей судьбой, он вообще не торгуется с Богом. Вот, допустим, Бог дал такую квартиру, я живу в ней, я очень строгий к себе. Мне Бог лучше дает, я говорю, нет, мне достаточно строгий к своей судьбе. И Бог говорит, ну, слушай, ты что, давай иди в лучшее. Говоришь, нет, мне достаточно. Но таких людей почти нет. В основном все наоборот. Давай больше квартиру. О чем вы меня спросили? В чем ваша строгость к себе? Чем больше человек самодостаточный, у него больше счастья от Бога, тем он строже к себе. Вот насколько я буду вот с вами находиться рядом, давать вам консультацию. Насколько у меня есть счастье? То у меня счастье закончилось, говорю, я устал, я пошел. Говорит, еще одну консультацию, Олег Геннадьевич. Я говорю, все, уже не могу. Вы жестокий. Нет, я просто устал. Вот настолько я могу служить, насколько я, у меня есть счастье внутри. Отдавать я могу быть строгим к себе, настолько, насколько у меня есть счастье. А если у тебя всегда плохо, а если у тебя не надо? Человек может быть нуждающимся. Даже сильный человек. Я видел, когда сильный человек, люди в нужде, надо помочь человеку. Ему плохо. Надо помочь. Но они быстро, вот сильные люди, вот чуть-чуть легче стало, они уже хотят служить. Я разок, была такая ситуация. Я заболел вирусным гепатитом инфекционным в Индии. Он такой, не заразный. Вот. И у меня была сильная слабость, и я ничего не мог есть, кроме макаронов и соленых огурцов. Больше ничего не хотелось. Вот ничего не переваривали. Соленые огурцы все обычно солят с чесноком. И мне, ну а я чеснок, лук не ем, как бы, где взять соленых огурцов. И, короче, приходит, я был в это время в Алмате, приходит супруга-наставника ко мне с банкой соленых огурцов. Я говорю, слышал, тебе огурцы нужны соленые. Вот, я принесла, это наши огурцы. Я был в шоке. Понимаете, то есть, она бегала и искала там огурцы эти. Она не наши, а там нашла огурцы. Бегала по всем городу и искала мне соленые огурцы. Наставница, то есть, моя наставница бегала и искала мне соленые огурцы. Вот это называется дух служения. То есть, человек просто хочет служить, и все. Ему все равно, какое положение у него там. Не имеет значения там, как на него посмотрит в этом случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...